Здравствуйте! В прямом эфире новости в студии Илья Райшев. О главных окружных событиях к этому часу. Югорчане жалуются на сильный смог, запах гари и плохую видимость. Всему виной лесные пожары. Накануне смог окутал Нягань и Октябрьские районы и Нижневартовск. А сегодня особенно дымка пришла в окружную столицу. На довольно большом удалении от города действуют два природных пожара. Но ветер пригнал дым в Ханты-Мансийск. Как спасатели борются с огнем и как уберечься от смога, расскажет мой коллега Антон Войтович. Ханты-Мансийск в дыму. Ночью город затянуло сильным смогом, а в воздухе отчетливо чувствуется запах гари. Ближайший природный пожар действует на расстоянии 70 километров от окружной столицы. Еще один пожар на 100 километрах. Оба этих пожара слабы, поэтому дым не столько оттуда, сколько из соседних районов. Площадь там небольшая. Один около 15,5 гектаров, другой 12,2 гектара. То есть расстояние, если объяснять по карте, то один получается южнее на 70 километров, другой южнее юго-западнее. Каждый пожар у нас обслуживаемый, то есть, как сказать, брошенных очагов, то есть самопроизвольно горящих и развивающихся нет. На каждом работают специалисты. На данных участках работают по 15 человек. Дым накрыл не только Ханты-Мансийск. Всего по состоянию на сегодняшнее утро в Югре действует 54 лесных пожара. Над их ликвидацией работают 1075 человек. Это специалисты МЧС, Центр спас Югоря, Велесохрана, Арендаторы и Лесничи. С ними работают около 40 единиц техники. Им оказывается всесторонняя поддержка с воздуха. Сегодня в плане 22 борта. Это 15 самолетов и 7 вертолетов. В том числе и с водосливными устройствами. За вчерашние сутки данными воздушными судами, то есть они в работе ежедневно, данными судами были проведены сливы. В общей сложности было забрано и слито 410 тонн воды, то есть что позволило локализовать, ликвидировать более 5 километров горящей кромки. Но вернемся к окружную столицу. Замеры, проведенные Роспотребнадзором, показали отсутствие превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Кстати, накануне такое превышение отмечалось в Нягоне. Хочется напомнить о необходимости соблюдать рекомендации врачей в тех муниципалитетах, где такое сильное задымление, как в Ханты-Мансийске. Защищать обязательно органы дыхания влажной марлевой повязкой, а по возможности воздержаться от выхода на улицу. Антон Войтович, Александр Шулдиков, телерадиокомпания, Югра, Ханты-Мансийск. Велотренажер поможет врачам заглянуть в сердце пациентов. В Нижневардовской районной больнице появился новый аппарат для исследования сердечно-сосудистой системы. Велоэргометр. Это велотренажер с датчиками, которые напоминают привычный ЭКГ. Аппарат позволяет проверять работу сердца во время нагрузки. Пока пациент крутит педали, у врача на компьютере отображается его электрокардиограмма в реальном режиме времени. Это позволяет выявить скрытую патологию, которая зачастую протекает незаметно или же при симптомах, которым пациенты не придают важности. Прежде чем приступить к исследованиям, аппарат настроили специалисты из Екатеринбурга. Уже было проведено первое исследование на данном велоэргометре. Пациентам очень нравится, что немного этот вид модифицирован. Теперь он выполняется в полугоризонтальном положении, что удобно для пациентов. То есть есть фиксация, пациент удерживается, более физиологически проходит процесс. Если у пациента вдруг во время обследования возникают болевые ощущения, то можно моментально все остановить. В принципе, работать довольно. Все очень автоматизировано, улучшено. Региональный оперштаб опубликовал свежую статистику по коронавирусу. За сутки в округе зарегистрировали 191 новый случай. Заблевшие есть в 18 муниципалитетах. Больше всего ковид-положительных в Сургуте. Здесь заразились 60 человек. В Хантамансийске 36, в Нижневартовске 30 новых случаев. В остальных городах и поселках по 10 и менее заболевших. На момент постановки диагноза у большинства пациентов наблюдались признаки ОРВИ. Коэффициент распространения инфекции на 0,03 ниже единицы. За сутки ковид победили еще 48 югорчан. А в Лангепасе и Покачах пополнили медицинский автопарк. В отделениях скорой помощи появились новые «Газель-Некст». В базовой комплектации машины предусмотрен сейф для хранения сильнодействующих препаратов. Помимо этого, в салоне уже имеются носилки и специальные конструкции, которые просты в эксплуатации и в то же время удобны для пациента. Перед выводом на линии автомобили оснастят камерами, мониторами, а также системы высокоскоростной связи. Благодаря этому медики смогут оперативно получить необходимую консультацию от специалистов и даже обследовать пациента прямо в дороге. Кроме того, в автомобилях установят дефибрилляторы, кислородные баллоны и другую медицинскую аппаратуру. Вот эта вот скорая помощь «Газель-Некст», она значительно лучше, чем «Соболь», потому что, во-первых, у нее появились стеклоподъемники электрические. Во-вторых, у нее ручка переключения передач, она стала не такой длинной, а то есть она коротенькая, находится, соответственно, рядом с правой рукой. Переключать передачу удобно. В машине много места, как в кабине, так и в салоне, где перевозят пациентов. На форуме «Утро» завершились два ключевых мероприятия – командная работа и защита грантовых проектов. В этом году участникам впервые предложили два способа получить финансовую поддержку. На гранте от «Росмолодежи» можно выиграть до полутора миллионов рублей, но заявку на участие нужно было подавать заранее. К слову, успели это сделать 67 человек. А вот на «Грант-Утро», который проходит при поддержке «Югры», можно было заявиться прямо на форуме. Там защитили 40 проектов. Итоги подведут сегодня на закрытие первой смены. Если говорить о командной работе, то здесь молодежь подготовила презентации по трем актуальным вопросам. Как должен выглядеть сервис для сообществ, как правильно оформить личный кабинет активиста, а также участники раскрыли тему обмена ресурсов между сообществами. Участие в обсуждении принимали первый заместитель губернатора «Югры» Алексей Шипилов, а также представитель фонда президентских грантов и «Росмолодежи». Все идеи очень интересные и перспективные. Нам важны люди, которые к нам приехали, и их перспективы развития. Нам важны те идеи, которые мы можем приземлить у себя или где-то в регионах Российской Федерации. И я думаю, что мы это получили. Югорчан приглашают на экскурсию. Жители и гости окруженной столицы могут окунуться в атмосферу утра. Напомню, в окруженной столице впервые проходит молодежный комьюнити-форум. Организаторы события готовы не только рассказать, но и показать, как устроена жизнь фестивального городка. По локациям гостей проведут волонтеры. Записаться на экскурсию можно на сайте «Утро-2022 РФ», выбрав вкладку «Экскурсии». По заявке необходимо указать фамилию, имя и отчество, номер телефона, а также наиболее удобное время для посещения. Первый тур состоится уже сегодня в 16.45. Зачем вортовчанам рулоны и газоны? Таким вопросом озадачены подрядчики, которые реконструируют городскую набережную. Дело в том, что работы на объекте еще не закончены, но жители столицы Самотлора уже спешат оценить обстановку, а некоторые и вовсе прибрать к рукам стройматериалы. Объект полностью огорожен, но это не останавливает вортовчан. Ущерб наносят как случайно, например, прогуливаясь по площадке, где еще не схватилось покрытие, так и намеренно, проверяя на прочность новые лавочки. Напомню, сейчас специалисты ведут работы на отрезке протяженностью 500 метров. Здесь полностью меняют плитку и облицовку, устанавливают инклюзивный детский комплекс, прокладывают вело- и бегодорожки. Подрядчики уже завезли скамейки, качели и другие малые архитектурные формы. Закончить участок планируют в этом году. Газон раскладывают, раскатывают для того, чтобы он, скажем так, принял свои характеристики. Ну вот, жители приходят, сворачивают, уносят. Дополнительно у нас здесь установлено ежесуточное, то есть круглосуточное видеонаблюдение, которое архивируется. Соответственно, все будем снимать, передавать соответствующие органы. Часть уличной мебели мы, соответственно, ее уберем, где-то сконцентрируем в одном месте, установим дополнительные ограждения. О том, что югорчане обсуждают в интернете, в нашей следующей рубрике. Международная медиа-экспедиция «Победа в наших сердцах» стартует в Югре. 6 августа из Ханты-Мансийска отправится колонна легендарных машин «Победа». За 25 дней участники пробега преодолеют больше 10 тысяч километров, побывают в двух десятках населенных пунктов России и Беларуси. Путешественники посетят солдатские захоронения и братские могилы, а также встретятся с ветеранами войны и тружениками тыла. В завершение экспедиции колонна отправится в заброшенную белорусскую деревню «Почтовая Глинка». Здесь находится единственный в мире музей вдов Великой Отечественной войны. Подростки-соотечественники приедут в Югру. Порядка 50 ребят из 11 стран посетят наш регион по приглашению Россотрудничества в рамках программы «Здравствуй, Россия». Здесь они познакомятся с культурно-историческим достоянием Ханты-Мансийска, Сургута и всей Югры. В округ приедут юные граждане Германии, Танзании, Азербайджана, Киргизии, Турции, Армении и Белоруссии. Эти ребята прошли отборы и продемонстрировали отличные знания российской истории, культуры и русского языка. Отмечу, в программу пребывания входит посещение объектов нефтедобывающей компании. Также вместе с губернатором Югры Натальей Комаровой гости посадятся от дружбы и проведут фестиваль дарения. Команда студенческого конструкторского бюро «Югу» презентовала свой гоночный болид на фестивале технических видов спорта «Автомото Юграмол». Мероприятие состоялось в Нижневартовске. Также в рамках фестиваля прошли чемпионат мира по автозвуку и чемпионат региона по картингу. Победителей наградили ценными призами. Добавлю, в сентябре команда «Югу» отправится в Нефтьюганск на чемпионат по картингу. Югорчане представят там свою конструкцию и проведут эксперимент. Сравнят болид с картингом. К этому часу это все новости от моих коллег. В студии был Илья Райшев. Всего доброго.